всем привет дорогие друзья сегодня не то чтобы прям видео урок но тем не менее это небольшая такая информация и возможно вы уже сами поинтересовались и поискали информацию в гугле или в яндексе по такому вопросу как что такое лорем мы не раз писали такую конструкцию лорем 5 или лорем 10 нажимали тап и у нас появлялась непонятная комбинация слов здесь вот вы тоже видите у нас они написаны когда мы рассматривали оформление текста лорем ипсум доллар сид амет и так далее это довольно большое сочетание слов можем глянуть так например что написать она написана на латинском языке если вы конечно же задумывались что это такое и до сих пор еще сами не проверили то и вот вам маленькая вырезка из википедии зачем она нужно то есть лорем ипсум классическая панграмма панграмма это такой текст в котором символы всего алфавита встречаются и как меньше повторяются то есть идут достаточно в разброс зачастую бессмысленный текст заполнитель вставляемый в макет страницы то есть как мы видим он используется именно для веб-разработки то есть когда нам нужно просто написать какой-то текст в большом количестве пока мы не думаем о действительном тексте а просто вставляем содержимое чтобы сделать приблизительный макет и используется он в качестве заполнителя с 16 век является искаженным отрывком из философского трактата марка туле цицерона о пределах добра и зла написанного в сорок пятом году до нашей эры на латинском языке принципе вот такое вот краткое определение конечно же вы и сами умеете читать если вам интересно подробнее можете зайти прямо на википедию и ознакомиться с этой статьей ну а так конечно же она не несет какого-то особого смысла в себе мы лишь будем просто использовать этот текст как заполнитель в тех ситуациях когда нам нужно просто создать какой-то текст и мы не хотим сейчас думать об этом придумывать какой-то текст потому что у нас нет на это времени мы конечно же будем его использовать с помощью эмит это очень просто мы пишем просто лором без пробелов без ничего указываем количество слов например 50 и у нас создается текст из этого трактата с количеством слов равным сколько мы указали то есть в этот раз 50 вот и все в принципе если вам данное видео было интересно пишите в комментариях и возможно я буду иногда снимать такие вот побочные видео которые будут немного отходить от основной веб-разработки но тем не менее я буду рассказывать вам о каких-то интересных исторических моментов которые связаны и с веб-разработкой в том числе а на этом у меня все переходите к следующим видео уроком там мы будем продолжать именно заниматься уже тегами для работы с текстом спасибо вам за внимание и до новых встреч в следующих видео уроках не забывайте также подписываться на канал пишите комментарии ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями